Ледник Голубина 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 Длина русла реки Аларча составляет 78 километров с общей площадью бассейна 270 квадратных километров. Из них в границах города Бишкек протекает 19 километров. Эта река основная артерия, питающая немалую часть сельскохозяйственных угодий Чуйской области. Кроме того, по словам специалистов, она выполняла вентиляционную роль, то есть по ней в город дул свежий горный воздух. Сайт Фири, участник проекта ГОГБИШКЕК, напоминает о важности соблюдения архитектурного генплана. В университете мы обучаем студентов градостроительству, и мы очень заинтересованы в реках города Бишкек. Река – недоиспользованный ресурс. По идее, по генплану Бишкека в Советском Союзе и Ране река должна была проводить сгор свежий воздух. Спустя годы, особенно после развала Советского Союза, строили препятствия этому течению. И у нас есть видение, основанное на обсуждениях с сообществом, на опросах общений с людьми. Мы создали свое видение очищения реки и переделывания их в главную экономическую и социальную ценность. Мы хотим провести чистый воздух в город, а также мы хотим создать для людей такую возможность, чтобы они могли бегать, гулять или кататься на велосипедах вокруг своего города – 33 километра. Они смогут даже ездить на инвалидных колясках с детскими колясками. Мы думаем, это можно превратить в ресурс для организации марафонов, мероприятий, вечеринок. Вдоль рек мы могли бы иметь театры и центры для развлечений, кафе и детские площадки. Мы могли бы сделать множество вещей с нашими реками. По словам Сета, это потребует поддержки общества, лидерства среди гражданских активистов, а реализация этого видения может занять от 10 до 15 лет. Это займет много времени, но и принесет огромную пользу, считает преподаватель. На начальном этапе эффективно будет привлечь внимание горожан. Часть нашего плана – это создание большого 4-километрового парка. Этот парк включает в себя кинотеатр, парк для скейтборда и кафе. А еще план включает в себя превращение 8 километров стен канала в сплошной стрит-арт. Таким образом, можно привлечь к посещению художников, создающих удивительные вещи. Это бы привлекало и туристов. Мы хотим сделать это место привлекательным и для детей, для прогулок горожан, отдыха, чтобы они могли подышать свежим воздухом. В общем, у нас много идей, все зависит от людей, что бы они хотели осуществить. А чистка рек могла бы решить множество проблем, уверены специалисты. Сейчас, по данным экологов, вода в Аларчинском водохранилище настолько загрязнена токсинами, что ее нельзя использовать даже для полива полей. Не говоря уже о вреде окружающей среде. Здесь зимуют прилетные птицы и обитают краснокнижные виды пернатых. Аларчинское водохранилище расположено в непосредственной близости к действующему мусорному полигону Бишкека. К сожалению, новый полигон планируется построить там же, по соседству со Старым. К тому же в непосредственной близости к водохранилищу работает несколько кирпичных заводов и коммерческих объектов. Активисты предлагают внести водохранилище в список природоохранных зон. Раньше, например, были стандарты советской области, стандарты ирригационной воды, поливной воды. Сейчас этих стандартов нет в республике, на республиканском уровне. И тогда как государство вообще скажет, что оно загрязненное или нет? То есть, получается, у нас даже нет системы, которая даже может это оценить. Поэтому мы должны как бы на таком республиканском уровне озаботиться этим вопросом. Одним из главных токсичных соседей водохранилища является фильтрат Бишкекского мусорного полигона. Это огромная лужа, которая естественным образом образуется у горы мусора. Вся жидкость полигона, включая осадки, скапливается всего в нескольких километрах от водохранилища. Анализ почвы у полигона показал, что в ней в больших количествах содержатся такие металлы, как свинец, ртуть и цинк, который также отравляет грунтовые воды. Канат Распола, Фазатых, Бишкек. Канат Распола, Фазатых, Бишкек.